Так, товарищи, ну сегодня мы проводим круглый стол по вопросам борьба прогрессивных сил за развитие России. Вопрос актуальный. Проводят его Герасим Иван Михайлович, то есть я, и Ленин Борисович Дегтяков, преподаватель Красного университета, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, да, кстати. Вот, ну и мы начнем. Тут мы, это не лекция, мы тут будем общаться достаточно свободно. Ну и чтобы товарищи, которые заводчики у нас тоже могли принимать участие в нашем общении, нашими устами, они тут прозвучат, мы вот их ответы зачитаем, ну и заодно обсудим эти ответы, раз уж они здесь отвечать. Значит, во-первых, что хочу сказать, к сожалению, ряд товарищей прислал анонимные вещи. Наверное, проведя определенную работу, можно было бы их через СДУ установить их личности, но наши товарищи, которые занимаются вот обобщением этих ответов и пересыпкой преподавателя, ну, тоже надо понимать, что они на работе, и они работают, и этим занимаются свободное время, и миллион времени. Что, допускай, нет, пускай, да, поймай, это здесь. Вот, и раскапывать там все это, проводить следственные операции, у них все равно нету. Так что вот просим подписывать или в имени фаера, по меньшей мере, или еще лучше непосредственно в тексте ответа. Значит, так вот, неизвестный товарищ, пространно ответил, и в целом грамотно ответил. Значит, что такое прогресс? Отвечает он на вопрос. Отвечает. Без диалектики, как подчеркиваю, Ленин, возможно устоять под насильством реакции ржи, поэтому мы должны стать кружком любителей гигерской диалектики, опираясь на изучение истории, включая историю сестлознания и техники, историю общественного развития, материалистически и старковую диалектику Гегеля, использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. М.В. Попов. Это цитата из лекции Михаила Васильевича, видимо. Для понимания и четкого определения наличия и состава прогрессивных сил России необходимо начать с определения понятия общественный прогресс. Движение общества, выражающееся в удержании и закреплении опыта мыслей материальных брак, произведенных предшествующими поколениями с одновременным созданием на их основе еще более значительных возможностей для последующих поколений, есть общественный прогресс. Ну и так далее. Товарищ общественный очень хорошо, с одной стороны, очень грамотно отвечает, и в качестве ответа на экзамене или на кругом столе, или где-то там, его ответы хороши, но вот если бы он взялся, скажем, объяснять товарищам, которые не слышали ничего о прогрессе, вот вопрос, что такое прогресс? Вот так сказать, без диалектики никак, значит, здесь это все правильно. Но вот прогресс все-таки вот, что такое, кто-нибудь может сказать? Из определения? Движение простого к сложному и низшего к выше. А это определение прогресса, вы назвали? А это развитие, да. А прогресс? В развитии есть два момента. Два момента. Прогресс – это если движение совпадает с развитием, и регресс – это когда противоположное развитие. Вот, совершенно верно. И, в общем-то, вот когда просят определение, то вообще начинать надо бы хорошо бы именно вот с такого. А потом уже вот это все сказать, и все очень правильно, и очень грамотно сформулировано, и все хорошо сказано. Вот. Вот. Дальше второй вопрос – понятие развития. Опять, так сказать, логическое движение есть движение простого к сложному и подпадает под определение развития как движение. Ну, развитие – это, да, движение. Ну, вот подпадает, это Михаил Васильевич сказал, вот где-то в лекции видно про социальному развитию. Ну, все-таки вот развитие, да, это движение от низшего к высшему, от простого к сложному. Ну, вот нам сейчас на первом этом вопросе надо продраться через определенные дебри. Ну, низшее и высшее, оно, с одной стороны, что такое движение, ну, мы знаем все. А что движется-то, Иван Михайлович? А то, что выливается от простого к сложному. А то, что мы рассматриваем как объект развития, то и движется. Это применимо ко всему, это вообще закон. То есть, оно движется как поезд от станции к станции? Нет. Это вот вы совершенно правильно сказали. Вот слово «от» я здесь применил, и мы здесь применились для этого движения простого к сложному и меньшего к высшему. Это вот совершенно верно, Денис Борисович нас поправил. Здесь не станция к станции, а движение именно вот внутри себя, как изменение, а что угодно может так вот двигаться. Значит, ну, что такое движение, это понятно. Хотя и не определено. Определение движения, как мы знаем, нет. Ну, вот от низшего к высшему, это тут вот такая форма, она, скорее, может, такая закрепляющая здесь, эта срова, потому что вот у Гегеля, скажем, я, по крайней мере, нигде не встречал, что, скажем, понятие «нечто» более высокое по отношению к понятию «наличное бытие», да? Ну, к примеру, так что более поздняя категория, более сложная, есть некое высшее по отношению к начальной категории. Я не слышал у Гегеля такого и не видел. У него такое не упоминается. Ну, вот, от простого к сложному, да. Это понятно, что начало было простое, по мере того, как набрали этих простых, получили сложное. Ну, а тут такой вот вопрос возникает. Ну, вот мы получили сложное, и что, оно больше не развивается? Вот мы взяли простые кирпичи, построили дом. И что, больше там развивать нечего? Ну, дом, ладно, это механический объект. А вот и семена… Вот, дом из микрорайона, из микрорайона в город. Вот, из микрорайона в город. А вот в этом случае уже дом выступает как… Как простое. Как простое. То есть, вот Гегель называл это абсолютом. То есть, мы как бы двигаем ноль, начало координат. Вот мы были отсюда, начинали, потом переехали сюда, вот это уже рассматривается как изначальное. И вот то, что простое… А кирпичи, в свою очередь, они же тоже непростые. Мы брали там что-то, замешивали, обжигали и так далее. Вот. А в свою очередь, песчинки, они тоже непростые. И так далее. Но вот это сложно… Вот это простое, оно присутствует более сложно в каком виде? Снятом. Снятом. Вот. А это вот видно, что вот, скажем, раньше, вот как говорили микропроцессор Pentium 3, это злые языки утверждали, что это наша BSM 6 в одном кристалле. Ну, BSM 6 – это сложное инженерное сооружение, там, ну, кусок хорошей этой комнаты, да и там тысячи, ну, не миллионы, если, транзисторов. А Pentium 3 – это вот кристаллик, который любой школьник взял, воткнул. Но там все это безумная сложность, это присутствует. Вот в этом простом кристалле. И так далее. Вот. Это что? Роль категории изменения в понимании развития. Вот развитие России возможно реализовать в постоянном манеклоне об обществлении частного крупного производства с постепенным переходом на нетоварное производство. Постепенного перехода на нетоварное производство не получится. Потому что внутри монополии, да, производство нетоварное, но в целом в обществе до последних дней капитализма производство будет товарное. Это через революцию. Тут постепенно не получится. Из товарного, производственного товарного, оно, кроме как, через революцию не выйдет. Изменение частного характера производственного общества, содержание производственных мощностей, увеличение производственных сил, на высоте национализации крупных предприятий, объединение коммерческих и частных банков, единый госбанк, сохранение материальной базы, развитием для обслуживания экономических интересов страны и всех трудящихся граждан. Постоянное объединение, укрупнение во всех своих деятельностях, создание всех условий для прохождения частного возникновения общественной базы материально-производительных сил. То есть, грамотно написано так сильно. Единственное, что, конечно, роль категории изменения, ну вот сказали бы роль так, тут начинается развитие России, возможно, реализовать, наверное, манюхронным. Тут, значит, что это говорит? Что развитие, оно постоянно имеет место быть. Оно было до революции, оно имеет место после революции. Просто развитие, оно идет не постепенно, не все время постепенно, а эволюционные накопления в развитии, они сменяются скачками, революциями. А так нельзя сказать, что вот есть вот революция, а вот до нее было нечто совсем одно, после нее нечто совсем уж другое. Это все переход России в разных формах ее существования. И вот развитие, оно вот все-таки не случайно как целое присутствует, а регресс только его момент. Вот сейчас у нас идет развитие. И сейчас идет развитие. После контрреволюции? Совершенно верно. Движемся не в обратном направлении. Совершенно верно. Мы движемся в ЦРМ. И в ЦРМ, да, не говоря уже о том, что весь мир, он движется в позитивном направлении. Но даже и в России, несмотря на деградацию ряда отраслей, то есть где-то местами есть регресс, но в целом говорить о том, что Россия регрессирует, ну, пожалуй, не тебе так говорить. Или как? Или кто-то по-другому считает? Все равно же два момента есть. А какой преобладает? Я думаю, что все-таки регресс. Регресс. Если регресс преобладает, то нет развития. Тогда это идет все в спектр. Деградация. Что время-то у нас не случайно одно направленное. Время идет вперед, и развитие все-таки идет вперед. Вот, скажем, развитие... С другой стороны, получается, что даже если сейчас идет в России регресс, то есть если идет отмирание каких-то вещей или уничтожение, но, с другой стороны, это идет подготовка почвы уже к следующему. То есть это все равно, опять же, если диалектически, это все равно развитие. Да, вот после нашего... Даже увядание, это тоже развитие. За время нашего круглого стара у каждого из нас мозгу, а там идет несколько тысяч клеток, а может даже и миллионов. Но в целом, я надеюсь, все-таки, что у нас в развитии. Это будет сильно преувеличиваться. Для себя-то я просто не знаю. Что-то останется. Да что-то останется. Скоро? Что-то останется. Вот. И вот, даже если посмотреть в области общественных наук. Вот в середине прошлого века наша страна находилась вроде как в расцвете сил самым. В космос первые вышли, на равных боролись с Америкой. Там, атомная индустрия, лучшие в мире образования, наука, то, сё. А вот Хрущев протянул ряд совершенно окживых вещей. И не говоря уже о том, что в моральном бране там окживо настали и так далее. Но вот крупнейший такой вот действительно произошел как контрреволюция. Отказ от диктатуры, от государства, диктатуры, пролетариата. И ведь все вот эти наши многомудрые преподаватели общественных наук, армейские замполиты, там черти в ступе, которые читали и изучали Ленина, профессиональные коммунисты всякие там, которым деньги платили, зарплату платили, для того, чтобы они были коммунистами и вот ни за что больше. Они как-то так и прогротили, хотя Энгий сколько потешался над общенародным государством. И все вот они это дело прогротили и покатились назад. Но вот случись такое сейчас, вот все-таки найдутся силы, которые против этого яро, так сказать, аргументированы восстану против такого, опираясь на опыт предшествующих десятилетий. И опираясь, то есть, а это очень существенное знание. И можно говорить, что хотя таких сир может быть, там несколько тысяч человек от сиры на всю страну, кто вот это может сформулировать так вот четко, грамотно, но все равно человечество-то уже постигло. Там электрическому пользуются все, а сколько там человек могут электрическую мощность там посчитать, их законно сформулировать, там где-нибудь в Африке особенно или где-то еще. А это рампочку там втыкать все умеют. Так и тут человечество уже вот это постигло. И тут уже это не остановить уже это дело. Это уже, по крайней мере, будут знать. И в этих науках, вот как высшее образование не деградирует, вроде бы как, но с другой стороны, благодаря тому, что появились компьютеры, о которых мы в свои годы могли только мечтать, мы там и калькулятор все считали, от того, что появились другие средства, ну, в общем-то, сейчас студент имеет красальные возможности для развития. Другое дело, что наша ситуация окажется гегрессом, потому что в тех же Соединенных Штатах Америки, мы с учетом технологическом институте, где эти, в частности, где вот все эти возможности используются на всю катушку, и как у нас вот тормозят дети от образования, это все, конечно, сейчас разрыв, к сожалению, увеличивается. Но все равно сказать, что деградация нельзя. Значит, и вот тут состав прогрессивных сил в современной России. Прогрессивные силы в современной России состоят из людей, осознавших суть происшедшего со страной СССР, изучивших причины поражения коммунизма и реставрации капитализма. Но вот здесь это как-то пессимистично, потому что получается, что прогрессивные силы состоят из нескольких сотен, может, тысяч человек от силы. На самом-то деле, прежде чем говорить о прогрессивных силах, здесь надо понимать, что есть силы, объективно заинтересованные в общественной прогрессии, объективно в силу своего экономического положения. Эти люди, которые объективно заинтересованы, вот конкретный человек каждый, он может выступать против своих интересов, в том числе так же, как есть люди пьющие, так же, как были крестьяне-середники, участвующие в курацких восстаниях, так же, как были немецкие рабочие, воевавшие за Гитлера, и так далее. Он может лично там чего-то проводить не то. Но все-таки вот прогрессивную силу, наверное, надо считать тех, кто кровно, непосредственно заинтересован в развитии России. И этот краз мы знаем, это рабочий краз. Потому что ему без развития России, без развития производства никак. Интеллигенция. Я лично знаю немало интеллигентов, которые на развале высшей школы, на развале промышленности, на развале науки, очень хорошо, так сказать, устроились и сидят. Но среди рабочих такого практически нет. Даже если у рабочих какая-то приличная зарплата, но все равно это зарплата рабочего, это зарплата рабочего. Сейчас прогресс есть, завтра его вытагали с работы, уволили, и он, так сказать, пошел вниз. Так что это, поэтому здесь, конечно, прогрессивные сиры, надо смотреть в первую очередь на объективную красовую составляющую. Краса у нас понятие экономическое. Рабочие тоже многие хотят стать буржуазией, то есть капиталистом? Хотят, объективно. Но объективно они хотят. Они хотят, могут все, что угодно. Наркотиков могут хотеть, водки могут хотеть и реализовывать свои хотения. Но понятная идея, что всякий рабочий капиталистом не будет. Это вот просто мне немножко за интеллигенцию обидно, и она же тоже вроде как понимает ситуацию, и она является прогрессивной силой, если она понимает ситуацию. Вы заинтересованы? Интеллигенция тоже заинтересована. Знаете, я вот всю жизнь кручусь в среде интеллигенции, и могу сказать, что, во-первых, в области вне своей профессиональной сферы деятельности многие интеллигенты настолько вот такие вот, и тем гордятся причем. Я вот специалист тут-то, тут-то, ни в свое деда лезть не надо, и беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник, вот я вот здесь, вот здесь я считаю. И вот я вот сейчас работаю, так сказать, в организации, там люди мирового уровня, без преувеличения сказать. Сидят на компьютере, там получают какие-то расчеты, таблицы свои выписывают бесконечные, графики строят, тем же они занимались и два, и десять, и двадцать, и тридцать лет там назад. Зарплата у них от восемнадцати до тридцати тысяч рублей в месяц. Но правда, как говорят, у них же пенсия есть. Им хватает с пенсией. И все, так сказать. При этом Ленин тоже был интеллигенцией. Ленин был звуянином. И что, дворянство прогрессивное сироп? Нет, я не говорю, что именно весь класс, а представители? А представители, безусловно. То есть в отношении конкретного человека, это, конечно, не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Вы свою судьбу определяете в соответствии с своим сознанием. Тогда получается, что нельзя делать то, что из рабочих может быть прогрессивная сила, а из интеллигенции нет? Нет, в целом как раз рабочие играются прогрессивная сила. А интеллигенция, ну, на прослойка есть прослойка. Высшие свои интеллигенции, они неотделимы от класса буржуазии. Вон у нас в том же политехе некоторые директоры института квартиры себе в центре города покупают. Это не 5, не 10 миллионов. Но они неотделимы от буржуазии, хотя вроде как служащая интеллигенция. А есть, конечно, интеллигенция, низовая воспитателей в детских садах, учителя в школах, участковые врачи. Я очень умоляю на программистов, это самое. Я знаю, я как секретарь игратской парт-организации, я знаю всякие взносы, какие взносы платят программисты. Так что поэтому... То есть вы класс определяете по имущественному положению? А это тоже существенно. В среднем собака, в среднем собака, в среднем собака больше кошки. Да, и по той доле, вспомните определение классов, и по той доле общественного богатства, которыми они распорагают. Так или корреляция есть. Бывают вот такие собаки, бывают вот такие кошки, но в среднем собака... Мы до среднего класса договоримся. Нет, до среднего класса мы не договоримся, но корреляция, безусловно, есть тем, что считаете, что нет такой корреляции, что буржуазье живет богаче рабочих? Вы считаете, что это недопустимо тут учитывать? Нет, в общем-то как-то... Как-то вы с интеллигенцией резко на буржуазию... С интеллигенцией? Нет, а почему? А интеллигенция, ступаешь, Какая интеллигенция – это социальный слоя, которая, еще раз говорю, она верхними слоями примыкает к буржуазии, неотделима от нее, тут менеджеры компании, там генералитет выше и так далее. А низшие слои, они прилипшие, так сказать, к рабочим, и их положение почти неотделимо от рабочих. Но, все-таки, вот даже там, скажем, учитик в школе или врач в больнице, он может, так сказать, уже у него социальный лифт, вот рабочим, как правило, по социальному лифту выше рабочего не поднимется. А тут весь социальный лифт, который может вывести там на зав поликлиникой, там, директора школы, то это уже, так сказать, по своему положению ближе к буржуазии скорее. Ну, рабочий тоже может выбиться там. Как ни как рабочий, ни как рабочий. Это не как рабочий, он уже не как рабочий, мастер не рабочий. Как рабочий никуда не выбиться. А врач может выбиться как врач. А как определяется рабочий? Это человек, производящий непосредственно материальные блага. Между ними и материальными благами никого больше нет. А если между ним и материальными благами, которые производятся, и находится машина сложная? Почему? А это без разницы. Машина не считается. Посредством машины человеку не было. Программистом можно быть производителем. Если есть программист, и у него есть станок с ЧПУ, он рабочий. И он работает. Но, как правило, программисту программистово, а оператору операторово. Есть такое понятие, как оператор станка с ЧПУ. Который ставит туда деталь, заводит туда программу, написанную программистом. Это вот тот самый человек, который стоит между программистом и продуктом. ЧПУ это устаревающе. Сейчас они на смену приходят роботы, которые просто запрограммированы программистом. Изготавливают то, что требуется от машины. Понимаете, машину все равно надо ее... Нет, даже обслуживание мы не берем, там, нагадчиков и так далее. Но тут даже надо как-то ее с нагрешать, чтобы она там... Вот тоже программист, который... Вот если это тоже программист, то очень хорошо. Тут, так сказать, если между программистом и изготавляемым продуктом никого больше нет, то это уже... Это даже, можно сказать, не программист, а это рабочий, который сам программирует этот свой станок и сам с него получает продукт. Нагадчики тут... Это уже рабочий. А это получается уже рабочий, как раз такой. То есть он сам запрограммировал и сам получает продукт. Это уже... Ну, то есть, грубо говоря, можно сделать упрощенный вариант такой схемы. То есть, как пролетариат, это человек, между которым и произведением продукта не стоит другой человек. Это пролетариат, это не совсем то все-таки. Пролетариат, это люди, решенные собственности. Это и бомжи, и все-все-все. Рабочий класс. Хорошо. Рабочий класс, это человек, обновленный рабочий класс, если между ним и произведением продукта другой человек не стоит. А стоят роботы, целые станки, целые заводы могут между ними. Нет, целые заводы не могут. Впрочем, мы здесь автоматически всегда конкретно. Автоматическая линия. Поэтому, когда мы берем конкретного рабочего, мы всегда можем сказать, рабочий это или не рабочий. Так же, как и программисты. Программисты, он или не программист. Есть критерий времени, да, так сказать, сколько времени он занимается производительным трудом, а сколько он занимается, скажем так, разработкой там и так далее. Нет, ну если между ним и станком ничего нет, то разработка, это тогда, это тоже, можно сказать, прелюдия к производительному труду. А какой тут там производительный? Физический? Ну, вы вот, давайте говорить конкретно. Вы о какой специальности говорите? А любой? Нет, ну что значит, любой. Потому что это любая специальность, даже хирургия. Какая, какая специальность? Она при помощи к тому, что сидит, программисты, программирует робота, который делает генерации. Сидит, во-первых, никакой не программистик, это раз. Во-вторых, да, сидит хирург, собственно говоря, который с помощью манипуляторов осуществляет, он выполняет те же действия, которые выполнял бы сам непосредственно, да? Это пока. Нет, это ничего не пока. Это именно пока, потому что все идет к тому, что приходит человек. Когда они начнут собирать на заводах, наверное, их будут ремонтировать роботы. А поскольку природа не стандартизована, людей, так сказать, изготавливает, и вариантов строения масса, так сказать, вариантов... Ну, с точки зрения технических специалистов, с точки зрения технических специалистов, все преодолимо. То есть, человеку можно как картошку начистить кубиками, так и... Именно в этом дело. И, к сожалению, технический подход, он, так сказать, особенно в 90-е годы, там это все, чтобы все алгоритмизировать, так сказать, и машина будет по набору параметров выдавать диагнозы, нужное лечение. Ну, это же уже происходит. К сожалению, да. Ну, может быть, к счастью, все это заглохло, да, потому что невозможно... Ну, мы немножко уклонились от темы, да. Значит, хирург ни в коем случае рабочим не является, соответственно, да. Потому что его предмет его труда очень помогает услуги. Это не... По большому счету. Кирпич... Кого он выращивает? Это производитель? Ну, как он выращивает? Хирург, это ученый, там, это руководит, кобоконок, и вся эта аппаратура, и он выращивает тоже. Ну, что значит, он выращивает? Я думаю, что мы, товарищи, мы уходим в очень глубокую такую абстракцию, и мы же не занимаемся сейчас, так сказать, у нас не футуристического кружка заседания, да? Ну, у нас, так сказать, мы... Мы не обсуждаем, какие бы технологии могли быть применены, да, так сказать... В конце концов, собственно, кто заинтересован ровно в развитии России... Это автомобиль, там, если он на нем не таксует, это тогда... Ну, как говорим, в советские времена, личная собственность, то есть... Дача, которая его кормит? Ну, кормит, как она его кормит до декабря месяца, там, потом он в магазин идет. Поэтому он недовольный, если он, так сказать, если его дача там кормит, ну, это полупролетарий, то есть полупролетарий, то есть полупролетарий, как вот на Кубе были, они там с огороду своих кормились, и плюс еще где-то там работали на уборке сахарного крестника. Ну, кстати, вот это введение приусадебных участков, так сказать, раздача, да, и дачных всяких кооперативов, это было одним из средств разложения рабочего класса, потому что как, так сказать, рабочего... Вы правильно уловили суть, что как только человек появляется какая-то собственность, он уже на работе, он рабочий, а дома, так сказать, в выходные, он превращается фактически в мелкого собственника, да, то есть происходит такой дрейф в сторону... мелкобуржуазной, и положение мелкобуржуазии, и мелкобуржуазного осознания, соответственно. Тут вот, может, надо вспомнить определение собственности, кстати. Помните? Отношение к чему? К предмету. К условиям производства. Как к своим. То есть, в этом смысле, рубашка, ну, она очень опосредованно такая является собственностью. С одной стороны, чтобы что-то производить, ну, в нашем климате без рубашки тяжело. Для меня, чтобы до работы там дойти, по крайней мере, надо что-то на себе одеть. А это самое... В Африке? Ну, вот в Африке, да, в Африке. Если ты там одел рубашку с гаску, он пошел в офис, это уже твой представительский вид, это уже, можно сказать, все, почти собственность. Ну, а это, собственно, отношение к условиям производства, как к своим, все эти зубные щетки, они собственность являются в том смысле, что вот если вы там не будете использовать эти предметы личного потребления, то вы тогда, ну, в каком-то смысле не сможете производить. Но все равно это не есть средство производства в прямом смысле этого слова. Поэтому это вообще, говоря, не совсем о собственности в политэкономическом смысле этого слова. Ваши автомобили там, ваши телевизоры, ваши компьютеры, если вы на них не хартубите, как программисты, или там еще кто-то и так далее. Это вообще, говоря, не собственность в политэкономическом смысле этого слова. Это некие предметы для вашего обеспечения, вашей жизнедеятельности. Ну, зависит от того, как вы используете. Ну, да, конечно. Правильно уже сказали, что тот же самый автомобиль может быть средством производства. Даже не производство, но, в всяком случае, оказание услуг, да и производство тоже, если грузы на них возить. Ну, так говорят средства производства. Наверное, да, таксисты, наверное, не средства производства, а средства оказания услуг, но так понятно просто, устойчиво-сочетание. Собственно говоря, появление собственности, да, в виде тех же самых, ну пусть это была даже не собственность, строго говоря, да, это все равно это было общественное, то есть, кооператива совершенно дачная. Кооператива? Да, это не частная собственность. Ну, тут насколько этот кооператив был встроен, так сказать, в систему плановой экономики, вот скажем там, ну вообще, это близко. Вообще, кооперативная собственность при капитализме, это в чистом виде частная собственность. Это не какая-то там общественная собственность, это форма частной собственности. Просто часть общества евродеят, и это частная собственность, в чистом виде. Кооперативная квартира при социализме, как-то даже... Корхозы, вообще говоря, были формой, конечно, общественной собственности. Почему? Потому что то, что они производили в рамках государственного прана, они продавали по государственным ценам, и, в общем-то, у них люфта какого-то не было как частно-собственнического, чтобы там зажать, скажем, хлеб и весной продать его подороже. Там это было исключено. Поэтому корхозная форма, корхозная собственность, корхозно-кооперативная, это форма абсистенной собственности. А вот с квартирами кооперативными, ну, это может и форма частной собственности была при социализме даже. Вы могли ее продать в любой момент в год, нет? Вот, это такая... Могли ее сдать кому-то. Ну, надо сказать, что это уже... Продавать модули государственные? Это уже... Нет. Нет. Обмен. Значит, все вот эти вещи, они происходили уже в переходный, в общем-то, период, да, когда пошел обратный процесс с реставрацией. А я даже не знаю, до 61-го года были ли кооперативные квартиры как-то, как раз они присутствовали? Я, насколько знаю, по статистике, то есть всегда и до 53-го года и до войны всегда было жилье, которое строилось частным образом, и жилье, которое строилось государственным образом. Ну, жилье там домик в деревне, это одно частным образом построили. Ну, дом в деревне там человек построил, это частным образом. Ну, а как частным образом построить дом в городе? Ну, я просто не знаю. А приусадебный хозяйство, которое бы потом Хрущев отменил? Он не отменил, он ввел народ на яблони. Ну, в частности. Что-то три яблони, по-моему, да, не обрагались наругом? Не помню. Ну, вообще, короче, если у тебя сколько-то яблони, они не обрагаются, сверх того обрагались народ наругом, и там народ повырубал яблоки со страшной силой. Ну, это может быть не административное ограничение, типа налога, то есть там налог ввели такой, что люди стали... Ну, это не суть, то есть, но с этим бороли, ну, это как кустарными такими методами вульгарными, а потом расцвело, наоборот, вот это приусадебное хрете, дачное строительство, вот это все, оно... Вот. Так, ну, что-то вообще, может, все-таки продоволь немножко, значит, состав консервативных сил. Состав реакционных сил в современной России неоднороден. В авангарде олигархические круги всеми силами, пытающиеся замедлить возникновение прогресса в российском обществе. Вот я не уверен, что в авангарде находятся олигархические круги. Скорее, вот в авангарде это круги... Ну, может быть, они в авангарде в том смысле, что они организуют вот это все, у них организующая такая, гравенствующая роль. А так как, вообще говоря, главные наши противники, это не идеологические, это не олигархи, это мягкобуржуазная, буржуазная идеология и вот мягкобуржуазная психология, которая вот то, что я вот смогу иметь, я тут с одним товарищем в интернете жестко дискутировал, буквально несколько дней тому назад, он вот все мне, что крестьян отнимали, продразверстка там, нарок, то-се. Я говорю, ну что налог, ну что отнимай, на общие же дела, на промышленность. А он, вот, все равно отбирали, у Ленина написано там, что про накопление всех грабили. Я говорю, ну что значит ограбили? Вот вы рассудаете, что вот у вас, что вот человек от вас отнял деньги, пошел в пропер, что человек, так сказать, что люди там взяли деньги, школу построили на эти деньги, ваши дети в эту школу уходят. Это что, одно и то же по-вашему? Это вот мягкобуржуазное такое, что у меня отняли, и все, вот то, что в палисаднике, то мое. А то, что вне этого палисадника, там школа, космодром, там дача, яхта Абрамовича, это совершенно не важно. У меня отняли, и все. Вот это вот такое пожар, ну может я просто олигархов не видел в своей жизни, не общался. Может быть я поэтому, мне так кажется. Да. Ну что, главный классовый враг, это мелкая буржуазия? Главный классовый враг, это буржуазия. А мелкобуржуазная психология, она присуща не только меркой буржуазии, как красу, но она присуща и многим, рабочим даже в том числе. А красовый враг буржуазия. Ну а вы считаете, что при капитализме можно, так сказать, изжить мелкобуржуазную психологию? Я хочу сказать, что с ней надо бороться. Совсем изжить ее напоручице, но это не значит, что с ней не надо бороться. И именно при капитализме. А как с ней бороться? Ну как, диалогически, знанием в частности, объяснением того, что вот эта психология мелкобуржуазная, человек вот сейчас смотрит, как отхапать, ну вот у него оппортунистическое такое. Это решение сиюминутных интересов в противовес интересам долгосрочным. Вот общественное же бытие. Ну бытие-то бытие, а мы-то что, нечесть ли мы общественного бытия? Это начинается все с детского сада, со школы, со сказок, книжек, с кино, когда ребенок, он вчитывает себя мелкобуржуальную психологию, и ты уже потом ее не знаешь. А от вас, от вас веет фатализмом и беспросветностью. Нет, я просто с другого конца. Надо сначала там сделать, а потом уже вниз. А там вот вы не сделаете, пока внизу определенную почву не накопите. Это не значит, что... Подождите, вот как Ленин, если бы он призывал, так вот давайте мы научим рабочих, что надо быть умным. Нет, надо сделать революцию, а потом мы же их сделаем грамотными. А не так, что давайте всех нашим грамоте, и тогда они додумаются, что надо сходить в общественный строй. Не надо это понимать буквально, вульгарно, скажем так. Потому что это вот сейчас очень много жирающих. Вот надо революцию делать, а кто будет делать, как будет делать. Большевики проводили кароссальную работу в рабочем красе. Вот в 96-м году по делу Союза борьбы за освобождение рабочего краса, я даже удивился. Он что-то в конце лета начал создаваться, и уже к декабрю была готова газета, и готовы были ее чуть не ежемесячно выпускать. И когда в феврале их начали громить, и где-то к лету к следующему их всех пересажали, ну и почти всех, было арестовано 291 человек. То есть они вот набрали вот такое буквально вот за полгода, с конца лета до зимы. Ну это тогда их приглушили, но все равно вот большевики все время работали в рабочем красе. И без этой кароссальной подготовительной работы не было бы никакой революции, я хочу сказать. Все правильно, но они же не, как это сказать, вот они не учили этих рабочих, например, гегерской логики. Правильно? То есть они им давали определенные задачи, определенную информацию. Они и сами-то ее не очень твой, и отключили. Но здесь это и есть, так сказать, такая позиция, разделяемая некоторыми товарищами из РКРП, что типа меньше знаешь, крепче спишь. И вот это не надо портить, не надо туманить девственно чистый ум рабочих, гегелевской диалектикой это самое. Но тут что надо сказать? Во-первых, с тех пор, во-первых, все-таки вы говорите не изменить. Вот в работе выбора учредительного собрания диктатура пролетариата Ленин писал, что да, большинство в России крестьяне, и они прогрессовали за крестьянскую партию ЗСРов, которые вроде как выражали интересы крестьян. Но там, где произошла революция, в Петрограде и в Москве, за рабочих, без большевиков, голосовало большинство. То есть большевики именно переломили общественное сознание в сознании петербургских, петроградских и московских рабочих, в сознании матросов Бартийского флота, которые в основном набирались из тех же питерских рабочих. И, кстати, на флоте Бартийском в 12-м году была, ну, как говорят, попытка восстания, я не знаю, сколько там бухты-барахты было восстания, замышлялось восстание в 12-м году, но было посажено, на каторгу отправилось определенное количество матросов, была разгромлена подпольная матросская организация. И вот эти матросы, кстати, они тоже стопроцентно голосовали за большевиков. Потом, солдаты Петроградского гарнизона, ну, у тех было, так сказать, такое, что на войну не хотели они идти, и поэтому вот большевики их привлекли розыграми борьбы за мир во многом. Но и, так сказать, и другого не надо здесь исключать. То есть, вот в ключевых вот этих нервных узлах можно говорить, что до революции еще во многом, до Октябрьской революции, можно сказать, что идеология пролетарская, идеология коммунистическая во многом одержала победу. Это видно даже по выборам совета. Советы первого съезда советов были эсеры меньшевистские, советы эпохи второго съезда советов, они были большевистские. А кто вы советуете выбирать? Причем это в масштабах страны, а уж в Питере я не говорю. Так что это вот не повод для того, чтобы... Вот некоторые товарищи, они договариваются до того, что это вот у них как... Багба у них вообще получается как смерть в древней фирософии. Мы ее никогда не увидим, дескать. Что вот сейчас мы есть, но смерти-то нет, где она? А вот мы умерли, смерть-то за нами пришла, а нас-то уже нет. Вот. Это самое. Получается, что бороться. Сейчас с чего бороться? Сейчас все равно вот засели буржуазные там идеологии и то, сё. Что там сейчас? Это низменная экономическая борьба. Рабочие только будут лучше жить, будут разрагаться от этого. Надо сделать революцию. А после революции-то чего бороться товарищи с кем? Мы собрались бороться после революции. Ну как-то даже тут с вами. Надо, чтобы вами занялись. И получается, что когда к разу вести свою борьбу-то, а ведь рабочий к разу должен вести свою борьбу до революции, во время революции, само собой, и после революции, в ходе до построения полного коммунистического общества. И здесь вот так вот его разоружать, что вот сейчас бороться бесполезно, а после революции незачем, я думаю, не стоит. И здесь вот надо сказать, вот все-таки, конечно, наш главный враг буржуазии, но вот надо оценивать врага оружия в руках этой буржуазии, это неркобуржуазная психология главным образом. Даже не буржуазная идеология. У нас вот, я бы не сказать, чтобы в обществе сейчас главенствовала сильно буржуазная идеология, в том смысле, что вот быть капиталистом там это престижно, почетно, чтобы их любили и так далее, а именно вот меркобуржуазная. То есть вот я вот хочу вот зарабатывать, хочу вот свое иметь, вот это вот сколько заработал, столько получил, вот это вот оно, здесь вот это как-то рассмотрит непосредственно то, с чем мы сталкиваемся в повседневной борьбе. Защитников-олигархов нет, вот против олигархов все. Кого не возьми? Это потому, что олигарх больше в благосостоянии, чем у тебя, например, у рабочего или у того, кто против олигарха. Если бы они были уравнены в благосостоянии, то никто бы не возмущался. А что это были бы тоже олигархи, которые были бы уравнены в благосостоянии с рабочими? Я имею в виду, что чем больше разница между благосостоянием людей, тем больше и возревает этот конфликт. Интересов. Не интересов, а, грубо говоря, человек начинает чувствовать нервонаправие, и чем больше вот эта разница, тем больше... Ну, это само собой, да. Разревает. Но вот все-таки, и вот я бы вот не сказал бы, чтобы... Костолью проявлением, скажем так, буржуазной или меркобуржуазной психологии является любовь к олигархам? Нет, это не проявление меркобуржуазной, нет, так, нельзя оглавить, нельзя так сказать. Совершенно, так сказать, негативно относиться к отдельным персонам и даже клеймить комитализмом в целом, да, но тем не менее, так сказать... Выступать за меркий бизнес. Выступать за позиции, которые явно противоречат. Ну вот, главная угроза коммунизму исходит от хайфков. Вот хайфковщина, вот это вот, это вот меркий бизнес, вот это вот пирамида антикоммунизма, основание грамида антикоммунизма. То, что к верхушке, верхушку срезать, это даже и не вопрос. А вот эта пирамида, которая очень широкая, и широкая она как и по составу своих участников, так и по сочувствию, так сказать, в народе, она вот крепкого роста. И вот чтобы эту пирамиду срыть, это вот здесь... Но ведь на основании пирамиды, это люди вынуждены туда пришли, их туда вытолкнули. Это же не их, что значит, вытолкнули. Их, так сказать, в том же... У нас так и в завод, все пошли другие. Ну, это... А вот мы на такой вопрос ответьте. А была бы, возможно, победа, так сказать, революции в гражданской войне силами одного рабочего класса? Или все-таки огромные массы мелкой буржуазии выступили на стороне рабочего класса, да? А вы сейчас вот пытаетесь, так сказать, свернуть вот эту гору, которая, собственно говоря, там люди трудящиеся, мелкая буржуазия. Это что, это что, бездельники, что ли? Я говорю, не мелкая буржуазия, а мелкая буржуазия и психология. То есть это субъективно. Это не субъективно, это объективно присуще. Вы сворачиваете на субъективность? Нет, почему? Вы говорите о том, что меркобуржуазная психология присуща элементам меркой буржуазии. Это не совсем так. И среди элементов меркой буржуазии, каковыми было крестьянство, скажем, там господство общинное, пережитки общинной психологии во многом. И, в общем-то, а в конце-то концов, кто взял-то вверх троцкизм-то, как таковое, это проявление чего? Что характерно для троцкизма? Меркобуржуазность. Это, с одной стороны, это ставленники империализма, но с другой стороны, вот троцкизм двигает ставку на меркобуржуазность. Люди лезут в партию для того, чтобы что-то там получить для себя. И, в конце концов, вот именно меркобуржуазность, вот эта, она шею-то свернула социализму на какое-то время. Это не индивидуализм или активизм? Это не совсем то же самое. Индивидуализм, он там какой-нибудь одинокий безум по жизни, но у него все-таки не меркобуржуазная психология. Тот там вот людей не любит, любит там одинокий ворк там как-то, а это не обязательно, что урвать. То, что человек сам по себе, это не значит, что он, так сказать... Нет, он не сам по себе, он просто, он занимается в основном, так сказать, личным, повышением личного благосостояния, а не общественного. Ну, это меркобуржуазная, скорее, психология. Индивидуализм, но индивидуализм, это все-таки другое. Вот, например, из всех людей, которых я знаю, самый индивидуалист, это я сам. Я вот люблю еще сам делать, не люблю, так сказать, кому-то что-то поручать и так далее. Но в чём делать это делать важно? Мягко, ну, это тоже существенно, но это вообще индивидуализм, я бы не сказал. В виде интеллигенции погну индивидуалистов, что отойди, не мешай, вот я сам всё. Да, но если он это делает в общественных интересах? Ну, это все равно индивидуализм, но индивидуально вот он делает это. Так или иначе, люди вынуждены действовать в общественных интересах. Есть много вещей, которые делаются в интересах всех. Есть общественная собственность, даже в самых раскапиталистических странах. Есть функции, и государство, в частности, берет на себя функции охраны порядка, охраны внешних границ, образование хотя бы начального, здравоохранение минимальные, может быть, какие-то. Но тем не менее, это всё проявление общественной собственности и общественных интересов. Более того, Маркс писал о том, что индивидуализм при капитализме, вот эта разобщенность, разорванность людей, она только на поверхности. На самом деле, связи между людьми только упрочились. Только связи эти осуществляются не в прямой форме, а в форме обмена товарами. Потому что настолько, насколько сейчас люди друг с другом связаны, не было никогда в прежние времена. Если у человека было своё хозяйство, дом, пашня, скот, он производил всё сам для себя, он не зависел практически от людей. Сейчас сложно себе представить, даже если человек куда-то, так сказать, удалится, в пустыню. Всё равно он будет связан со всем окружающим миром и со всеми людьми. Поэтому обобществление, оно идёт, независимо от воли тех же самых капиталистов, оно идёт, происходит, они вынуждены это делать. Другое дело, что этому противостоит, естественно, тенденция частного. И вот эта психология, о которой говорит Иван Михайлович, мелкобуржуазная, она в той или иной степени присутствующая всем людям. Наверное, как нет человека без недостатков, так нельзя найти человека без мелкобуржуазной психологии. Другое дело, осознаёт человек, так сказать, что вот это он, это мелкобуржуазная, это общественная, это ближе к пролетарской психологии или нет. И как он, так сказать, какую линию поведения он выбирает. Надо понимать, что при капитализме, естественно, большинство будет выбирать линию на осуществление своих личных, собственных интересов. Поэтому борьба, она, конечно, должна вестись, но должна вестись в том плане, что человек, так сказать, блюдя свои интересы, всё-таки не забывал о общественном. И для рабочих, прежде всего, это означает то, что добиться улучшения своего личного положения возможно только проводя коллективные действия. То есть борясь за общие интересы, хотя бы за интересы своего трудового коллектива, добиться в том числе улучшения своего положения. И в этом коренное отличие рабочего класса от остальных слоёв. То, о чём говорил Иван Михайлович, действительно, представитель интеллигенции своими личными усилиями может своё положение улучшить, пробиться на верх. Буржуазия, конечно, не станет, но во всяком случае примкнёт к верхним слоям интеллигенции и сможет пользоваться, так сказать, большей частью прибавочного продукта, который буржуазия забирает себе. А рабочий своими индивидуальными усилиями вряд ли может достичь, да и не достигнет какого-то улучшения своего положения. Только в коллективе, только организуясь, только проводя коллективные действия, выступая как единое целое против работодателя за свои интересы. Это борьба за зарплату, это борьба за улучшение условий труда, это борьба за сокращение рабочего дня. И вот это способ преодоления мелкобуржуазной психологии, на самом деле, когда человек видит, что коллективные действия, когда защита общественных интересов даёт результат, лучший по сравнению с тем, что он пытался своими силами что-то сделать. Вот это способствует распространению и идей коммунизма, и в конечном итоге будет способствовать торжеству, так сказать, переходу к другой общественной формации. Вот таким образом. Вот тут по этому поводу хотелось икраситься с Денисом Борисовичем. Мело в том, что общественных интересов как таковых вообще говоря нет. Но общество состоит из людей, каждый из которых имеет свои личные интересы. Но человек эти свои личные интересы может реализовывать как через то, чтобы всем стало лучше, чтобы размер общественного пирога увеличился, и соответственно увеличился размер его доли. Либо он может его реализовывать так, что вот пускай будет такой же размер общей пирога или даже уменьшится, но моя доля увеличится за счёт других. Вот это уже, так сказать, антиобщественные интересы. И интересы, пускай эгоистичны, это проявление как раз мягкой буржуазности. Купить подешевле, продать подороже. Перерыв мы будем делать, товарищи? Надо делать. Но я перед перерывом позволил бы не согласиться с вами, Владимир Михайлович, потому что общественных интересов не существует. А что это такое? А это интересы человека как вида, вообще-то, по большому счёту. По крайней мере, в красовом обществе, где общий вектор, можно сказать, и ноль. Люди, так сказать, разных индивидов, разные интересы. Вот если бы вы сказали... Человек вообще сформировался как общественный, да, и существует. А что, а интересы разные? Нет. Есть интересы, да, так сказать, как вообще, так сказать, в живой природе. Есть интересы каждого конкретно, но есть интересы и общие. В том числе продолжение рода и выживание всего рода. Продолжение чьего рода? Продолжение рода Апрамовича? У них там по пять детей всех. Не важно, это не рода, человечество, то есть, грубо говоря, сам процесс, то есть, эволюция, это что? Это человек познаёт окружающую действительность, адаптируется под неё, изменяет её под свои нужды и тем самым продлевает жизнь своего вида больше и больше и больше. Но почему в космос стремимся? Было бы так? Дело в том, что, понимаете, как вы рассматриваете? Вы рассматриваете человека как нечто, так сказать, абсолютное, да, то есть, что есть человек? Человек – это момент в человечестве. Человечество бесконечно, вечно и бесконечно. А человек – это конечная, это, так сказать, точка на линии человечества. Поэтому, как раз общественные интересы являются преобладающими. А индивидуальные интересы – это частный, так сказать, момент. Ну, то есть, американские организаторы не очень-то беспокоились о размножении индейцев. И растители России, можно сказать, и нынешние, не очень-то беспокоятся о том, чтобы население России прираста. По крайней мере, вот, где я работал. Да, совершенно верно. А как Чубайс, и для этих человек публикал, там, ну, что это самое? У Чубайса общественный интерес объективно есть, чтобы там рабочих размножаться. Чубайса тоже есть, и их маленькое общество олигархи, и не надо, чтобы оно растут. Они растут, они растут. Чубайс не представляет собой всеобщество? А, ну, он или никто, и вы не представляете, он из Баксович. Более того, вот, это самое. Ну, вот Денис Бакс здесь. Но отрицать наличие общественных интересов... Отрицать наличие разнонаправленности, противоположности интересов внутри общества, я думаю, не стоит. Вот если бы вы, Денис Борисович, сказали бы не общественные интересы, а интересы общественного развития, то я бы тогда согласился, что это объективно существующие интересы в развитии общества, которые, в общем-то, выражают определенную тенденцию. Вы хотите сказать, что нет интересов, которые были, так сказать, интересны, да? Важны для всех, есть такие интересы. Разных людей, разные интересы, вы совершенно сказали, внутривидовая... Хорошо. Вы выразились, внутривидовая борьба, а вообще это хассовая борьба называется. Не заинтересованы в том, чтобы, зачастую бывает, вот, в размножении, чтобы кто-то где-то размножался, не заинтересованы. И сейчас вообще на повестке дня гримского клуба стоит вопрос сокращения населения Земли. Ну, вообще-то, а не размножение его дальнейшего. А вообще классовая борьба – это не элитация, а не вот видов внутривидовой борьбы? Здесь, понимаете, сводить... Это разные виды движения. Вот нельзя сводить, там, движение химическое к механическому движению молекул. Да, виды движения, но самое простое – механическое, там, химическое, биологическое, социальное. Внутривидовая борьба – это движение биологическое. А красовая борьба – это движение социальное. Это более высокая форма движения. А более высокая форма движения, она включает в себя более низкую форму движения, скажем, там, химическое движение, оно включает в себя это самое... Но цель-то стоит у всех, на каждом уровне цель-то все равно одна и та же. Что за цель или что за уровни? Что за уровни? Социальный уровень, биологический уровень, организация и сцена. Уровни не могут работать, работают люди, уровни не могут работать в одном направлении. Они в направлении эволюции. Как они идут? Не очень понимаю. Мы же говорили о развитии. Камень с горы упав, как он работает в эволюцию? Не понимаю. Диалетически. Он по голове кого-то стукнул, там гениальная мысль пришла. Я думаю, что надо сделать первый, потом снова усилий. Продолжить занятия. У нас есть место. Я думаю, что может быть тем, что он может работать в этом направлении. Что это будет? Мы жеkeсь с генератором. У нас есть место для поисков.